всем привет дорогие мои друзья с вами я хитрук елена сегодняшнее видео у нас будет интересненько вкусненько для когось может и познавательно не знаю наскільки я вам открою всю информацию тема у нас именно не про перепелов а уже заключительные наши работы по кроликах французский баран так як в мою месяце восемнадцатого года обнулилася у нас куры породы юрловская голосиста уже нема но так как визитки что у нас есть работают так и оставляемте визитки загорская мини мясна и брезгальские в работе будут курина восемнадцатый девять на в девятнадцатый двадцатый год кролики французский баран у нас тут будет чуть-чуть трошки стоять работа другой живности французских баранов кроликов выращивать не будем мы трошки поменяли работу будем работать с другими животными а тут у нас лицевая то есть визитка лицо моей визитки все остается работа по перепелам вся остается порода альбинос техаский так как я себе считаю больше перепела вот вот и я вам показываю что все по перепелам у нас остается в работе и остается в работе один-единственный альбинос техаский с другими породами я на работы работы с одной породы не доводили до качества до селекции до качественного веса именно той породы яка указана по перепелам буду вот на днях интереснее видео задавайте вопросы если вы это задавать вопросы я в видео мужу вам даже отвечать так ну и пидем мы шо тут такие интересненькие просто мы бачим шо-то такое у нас интересное так чуть-чуть может быть искажен свет таких комнате свет я не включила то есть в кухне а дневный свет у нас то сонечко выхода захода вот так то сонечко то пасмурно хмарки налетают ну вот вы бачите у нас ножка вот так я поставлю ножка сыровяла то есть кролика ляшечка да по косточке вам це все понятно вот сюда до лапки вот так выглядеть красиво уже готова к употреблению то есть остався один-единственный кусочек из того что было заранее у нас завялено диты умены едят за мясо ну а так дополнение по мясу яки у готовится тоже можете зайти плейлист в общем на youtube канале есть плейлист у хитручки на кухне а также перепела альбинос техасский там вся мариновка все действия именно як цы делая сыровяльные перепела там моему там там есть или три или четыре видео поступово как это все делается и маринуется в коньяки аналогично кролик тоже мариновался в коньяки коньяки и приправами приправы можете работать как вам удобно приправы все держатся у нас поскольку можно они у нас вот все держатся да это надо так мне провести чтобы протерти но они все равно остаются на мясе вкус мяса бесподобный ну вкуснятина так и давайте вот сейчас я уже позапишем сыровяльных кроликов делать никто не буду так как работа с кроликами с кроличьим мясом конечно дуже богато было видео я делала и колбасу колбасу на коньяки с добавлением коньяка есть видео каптейла на пару в духовочке делала колбаску с кролика и сало шпик в общем работа работалась и было все прекрасно почему обнуляется работа с кроликами задавайте вопросы отдельно видео я вам расскажу и всяким другим видом животных я буду работать но уже вы сами побачите если они в момент будет находиться в помещении так ну так как рабилась вот такие вот ляшечка у нас рабилась да с косточкой если вы захочете делать больше от так с косточкой не делайте вона тут лишняя хотя я мариновала и знала что она будет лишняя но я же вам не я могу доказать что это именно кусочек у нас с кролика я к вам покажу вот вы будете бачить и что у нас не курятина не говядина это именно у нас кролик по ножке видно что у нас кролик то есть по косточках уже дальше я делала вот таки красиво я красиво выглядит это мяско красота красота данную визиточку перевернем все-таки целу нас не перепелочка целу нас кролик вот значит что было зачищено косточки вот тут немое да и вот тут косточки такой немое все зачищено у нас ляшечка ляшечка прекрасно давайте это уже лежать на марлечке я возьму от 2 кусочек 2 3 4 вот наши ляшечки и ки находится у нас уже все для того чтоб ставить мариновать ухи ки красивее да бачьте вот тут это вырезала косточку большую и вот тут же косточка была все целом потом в коньякица все было мариновалось вот так будет выглядеть точно целом нас точно ляшечка кролика хорошая мяско сбыта мясо тут есть и вот в ноу вялю и цей получается вот такие вообще кусочек вот такие кусочек такого дико деликатеса вот приправки все есть аромат прекрасный и ставим и вот эти вот кусочки мяса к решеточка есть на решеточку это любви решеточки у вас возможно у меня от амвеевской большой сковородки кастрюли на на и говорить есть там такие решетки для того чтобы готовить на пару таки кастрюли уманы две и есть две решетки такие маленькие мне достаточно четыре ляшечки кролика положить но и бачим по приправам одни у нас светлише кусочки одни у нас темнише значит тут был добавлен скорее всего красный перец да да тут больше вот так скуркумой желтенько там ты два кусочка я уже не помню як воно все это было еще я добавляла вы скажете сколько и как значит может вам чуть-чуть даже чтобы видео у нас не было просто пустым вот я вам расскажу значит берете вот такие карачка или ляшечки кроликів выберете зачищаете от от кости 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 не нужна вообще вы же кость не будете суху исти косточки идуть на переработку птицы отделяете от кости дивитесь тут все что пленка жир жир не нужен но если тут так частично остается чуть-чуть вот в общем зачищаете зачищаете цей кусочек мяса все и выберете его и замачуете в коньяки можете в коньяки в любом но я замариновала на сутки коньяк старый кахетти старый кахетти именно три звезды не знаю мне так посоветовали что дуже хороший цей коньяки вин более вкусный но и также я брала коньяк була тоже мене отправляли новой почта я брала вишня с вишневой косточкой надо подавиться с привкусом вишневой косточки да тоже классно той коньяк работает значит замариновав и вы разрезом ставите вверх и и ставите в емкость и чтобы было покрыто коньяком коньяком ну это ставится в холодильник периодически приходите и это мяско массируйте переворачивайте массируйте и опять вот так ставите можете перевернуть вверх ногами помассировать там муске кино три-четыре раза за день вы от холодильник открыли что-то взять взяли по мяско подавились раз 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 промассировать просто сюда все ароматы вкуса зашло коньяка и в целях дезинфекции смотря какие у вас кролики потому что в мясе кроликов тоже паразитов может жить полным полно если для вас финансово затруднительно или ну не мам наличие у вас коньяка в доме или вас не кто не угощает и не делая вам презентики коньяка ну можете спросить у своих друзей мужчин нема там у вас например грамм 200 300 грамм 250 точно надо сюда коньяка может вам кто сию за одну ляшечку и может поделиться налить стаканчик граненый коньячка вы ему потом вот такие кусочек сыровяла угостите тоже хорошо вот значит можете сделать ну как я говорила в алкоголе то есть водки ну водки вону будет дуже неприятно пахнуть будет отдавать водкой и просто будет эксперт их дезинфекция все ну не знаю вону может и белее станет мясо как дезинфекция мяса но не не даст аромата букета вкуса именно как коньяк все вы помассировали это мяско потом берете его на следующий день переворачиваете вот тут им разрезом вот так верно гаммы ставите на любую теку решетку даже в дручлячок цей коньяк весь стекает мяско получается уже ну пускай там полдня достаточно чтоб в холодильнику стояла вон стекла влажность мяско более таки сухо получается вот так как воно сейчас и и вы его маринуете приправами солью вики у вас есть приправы в какой вы регионе в какой стране живете люди все разные люблять и разные приправы и разные приправы в них странах приветствуются вот можете это все обработать вот так обильно приправами вот тут перец красный бачите это горький вот ну кто любит перец горький тоже классно хотя дочка у меня каже что я той раз много перца красного дала но тем не менее все скушалось и все теперь мы ставим все на решетку и ставим разрезом уже вверх все теперь будем наблюдать как наблюдать мы накрываем все марлечкой все прекрасно и ставим на веление скейкица мясо буду являться значит делала я вяленый балык балык вообще там десять дней десять дней ну даже до двух недель если филейка есть внутри филеечка там вообще за неделю уже дите в мене и скушовали зидали а балык чуть-чуть ну хай там десять дней до двух недель это мясо будет у нас вялиться ну три недели потому что тут много вот то самое мясо воно чуть-чуть дольше будет вялиться и улетела мисля что я хотела еще сказать вялить шицелых кроликов но они как делают они просто замачивают кролика обильно на целого кролика пачку соли килограммову вот и получается цей кролик він уже такие у него белок сворачивается от соли если вы например картошку кинете варить и сразу кинете соль все вдруг хотя в картошке там белок я белок но сольце кто ознакомлен с приготовлением продуктов питания соль велику роль играя даже вот если клип я печу для всхода например закваски вот добавляется соль уже при последнем замесе потому что если я добавлю в начале солим она уже не так хлеб педе еда и так сама соль очень жестко работая с мясом я даже не знаю почему так пришло шоу як тарань делают того кролика бабаха и туда соли потом-то стекая с него влага и вентки твердые там не знаю скільки через неделю дней 5 вы уже кушает этого кролика шоу нему там уже полезного но не знаю просто тарань таранью вот соль добавляется из тоже зависит от вида мяса если це у нас жирное мясо значит чуть-чуть большими соли добавляется если це мясо пост на такая кролик значит соль добавляется чуть меньше в пределах двух процентов ну це все варьируется на вкус и и на практику работы все отправляем на веление нашу кролика я думаю таке видео было у нас или коротенький или не коротенький и задавайте мне вопросы можете по кроликам почему я с ними не работаю шоу може вони там у мене подохли не ничего страшного слава богу цей год у нас 18 год не максиматоза у мене не могло быть таки кролики у мене находились в помещении помещение я ставлю включаю raptor спасибо моему подписчику він мені посоветовав така бутылочка есть и внизу в розетку все raptor работает сутками там отскільки я с мая месяцем три или четыре уже поменяла по-моему три я поменяла потому что покупала даже запасом комаров нема слава богу а геморрологичка тоже все нормально кролики никто не подох молодняк ши есть маленький еще у меня барбос бутус ши есть живый и карамелька есть вот а та работа яка планировалась были закуплены ярик рыженький такие и черненька девочка вот вон и почему-то не захотели работать жить в моем хозяйстве и хотя неправильно да мне говорится неправильно что я говорю что она делается что все делается к лучшему но та идея ковмана гуляла 56 будем казать даже 67 лет дочки мои по-моему было 18-19 лет ну даже пять лет назад до 5 хай будет 6 ладно тема будет уже в следующем видео я вам расскажу задавайте мне вопросы девочки и мальчики до опыт по выращиванию кролики в мене огромный и я как его наработала я наработала на собственном труде то есть сколько было утолизовано сколько вздутий было все теперь я знаю каких выращивать можете обращаться писать мне я в эту информацию могу вам дать по поводу если есть какие-то ошибки вы допустили по поводу кроликов но ты чем колоть чем лечить может не настолько лечить потому что я не допускала до такого сильно чтобы мне кролики заболевали а именно в питании есть вопросы то есть есть наработки я могу с вами поделиться хотя кроликовод может не який не все кролиководы может поделиться это все зависит от их сущности то есть человечности вот но в группах в одноклассниках все я повыходила с кролиководов фейсбук из групп я повыходила с кролиководов меня уже кролики вообще не интересуют чем мы будем работать будем двигаться чем мы будем работать ждите будет очень интересно хотя будут испаривать некоторые выбор но все темы будут следующих видео спасибо вам девочки и мальчики что вы остаетесь у меня на youtube канал и смотрите мои видео по поводу рецепта вот именно приготовления сировьяла значит поделиться аналогично что перепелочки что кролику я рабила всего вам доброго дорогие мои друзья спасибо за внимание и вас ожидают интересные видео я думаю уже пидут у нас активно перепелочки всем пока пока да по инкубационным яйцам перепелов есть видео я вчера вечером уже поздно ночью делала контрольную перепелком заснимала так что готовьтеся я наверно сегодня не уже завтра наверно выкину видео потому что не хочу в один день несколько видео выбрасывать неправильно говорю выбрасывать вечно ольгами и вот эти слова паразиты говоришь а мама говоришь ты неправильно ну ладно вилаживать видео не хочу там в день по два по три видео вот ну будет есть видео просто сейчас у меня это мясо надо ложить в сушку и я его засняла знаешь перепелочки наши уже пидут завтрашнем видео всех люблю целую крепко обнимаю хай ваши кролики растут крепенькие здоровенькие да тема по кроликам можно будет она уже буду в кролятнику я скажу даже дуже-дуже почему весома весома така была причина почему их убрала я но не связи с болячками не связи с кормом корма на все отработаны заготовки все есть не с болячками болячки тут не причем то что я там устала или что-нибудь другое нет ну просто от я говорится выдыхались кролики на просторах украины и я уже переходю в другую работу да ну багато я уже акцентирую акцентирую на я с вами попрощаться не можем вот но всех люблю целую крепко крепко вас обнимаю пока